Форум Дни инклюзии в Самарской области принимают Кинель-Черкассы. Здесь накоплен многолетний опыт профессионального обучения и социализации молодежи с нарушениями зрения. Самое большое село в России стало площадкой для сбора специалистов по инклюзии из Екатеринбурга и Тюмени, Самары и Берлина. Происходит обмен опытом, происходит знакомство, обмен практиками, которые реализуются не только на территории Федерации, а и в мире. Такие мероприятия, они бесценны. Мы благодаря вот таким мероприятиям учимся. Мы учимся друг у друга и мы учимся инклюзивным взаимодействием, когда не все вместе поймали инвалиды, помогаем, да? А когда мы вместе с человеком с инвалидностью создаем что-то интересное, новое, полезное. Ведущим одного из семинаров выступил Томас Краус из Берлина. Он более 20 лет занимается вопросами инклюзии. И является инициатором международного движения конгрессов для людей с ограниченными возможностями здоровья. В России бывал неоднократно, но только в крупных городах. Рано говорить о каком-то опыте работы с Самарским регионом, потому что я здесь нахожусь всего 2-3 дня. Но хочу сказать, я приезжал на первый всемирный конгресс в Екатеринбург, а теперь я в самом большом селе России. Значит, идея инклюзии спускается сверху к реальным людям. Форум Дни инклюзии в Самарской области дал старт четвертому всемирному конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья. Он пройдет в Кеннель-Черкассах следующей осенью. Это будет представители США, с Германии, с Таджикистана, с Финляндии и многих других стран, с городов Российской Федерации. Будет проводиться 10, 11, 12 сентября 2020 года. Тренинги, семинары, мастер-классы, инклюзивные игры – это все мы будем проводить также на конгрессе. Дискуссионные площадки форума после небольшого перерыва сменила практика. Участникам предложили попробовать свои силы в кулинарном мастерстве, социальном проектировании, живописи и пластилинографии вслепую. Светлана Стребкова, Сергей Александров, Новости губернии. Светлана Стребкова, Сергей Александров, Новости губернии.